...решение и номер серьезного решения. Для чего это нужно? Чтобы можно будет мониторить уже ту систему, которая у нас строена, у нашего правительства. Все. Она была номер, а что вы нечего написали? Да, если есть возможность, то реально написать. Все. Есть возможность строиться несколько домов непонятно где непонятно когда и в каком качестве они будут построены. Я так понимаю, у некоторых людей, я вообще разговаривал, нет особого желания куда-либо уезжать с Маймута. Готовы ли вы уехать с Маймута или вы хотите остаться здесь непосредственно жить? У нас просто сегодня на встречу приедет застройщик, ну это вот, скажем так, один из наших знакомых, который готов строить дома в Маймуте на местах тех домов, которые вот сейчас у нас признаны аварийными. Он обязательно подъедет, но попозже. Ну мы, наверное, еще хотим добавить, что все, наверное, уже слышали про большой круглый стол, который состоится 27 ноября. Жителей туда мы не приглашаем, потому что туда идет только группа, только инициативная, в ограниченном количестве. Туда у нас идет всего, мы посчитали, по-моему, 7 человек, да? 7 человек, но это вот я иду, Анна идет, Елена, юрист наш идет, идет вот у нас Юля, представитель, блогер наш идет, вот Михаил, да, который нам вообще помогает, да, чисто на добровольнических началах. Спасибо ему вообще огромное. Идет Валера с нами, как руководитель общественной организации. Вот таким составом мы идем. На сегодняшний день нам уже отзвонились из Москвы, что Сергей Степашин в курсе, то есть мы отправляли ему обращение, от него люди будут, в любом случае будут, то есть мы подняли теперь, ну, наверное, про нас теперь говорит не только Архангельск, про нас говорит Москва. Ну, это, скажем так, это большие-большие шевеления, которых вот, наверное, мы все вместе и добились, да, то, что мы встречаемся, разговариваем, подняли эту проблему уже на другой уровень. Теперь мы не сидим дома на кухнях, не пьем чай, не рассуждаем, как мы плохо живем, у нас этого нету, этого нету, то есть мы теперь, наверное, сплотились уже. Ну, все-таки народ, это вот когда народ вместе, и когда народ помогает друг другу, это очень, согласитесь, хорошо. Да, Валера? Да. Значит, что мы еще хотим? После 27 ноября мы, конечно, всех соберем, да, выложим это все в интернет, также потом соберемся и уже скажем, к чему мы пришли, чего мы добились, что будет дальше делать наше правительство с нами, потому что останавливаться никто не собирается. По идее, наверное, все, которые здесь пришли, собрались люди, да, они прекрасно понимают, что назад нам отступать некуда, нам только надо идти только вперед и вперед, и не оглядываться. Если мы сейчас где-то немножко замнемся, нам потом придется это все догонять большими шагами. Вот, ну что еще добавить-то? Лена, ты давай помогай. Ну что, по Маймакси, это мы, конечно, выявили, Маймаксанцам немножко везет, потому что выявили очень большие нарушения. Сейчас еще мониторинг программ сведем. У нас промежуточная куда-то выпала программа, но мы ее нашли, сведем. То есть у вас здесь такие варианты есть, что часть домов, большая часть домов, все подпадают под указ президента, но каким-то образом выкинуты из программы. То есть это мы будем ставить сейчас, запрашивать проверку КРУ и возвращать обратно в программу. До исполнения программы осталось совсем мало. 1 сентября 2017 года они должны отчитаться перед президентом. То есть все реально должны понимать, что за это никто по головке не прогладит. Поэтому все решения судов нам для этого и нужны, потому что мы будем сверять. Потому что вы даже сами, мои максанцы, можете этого не знать. Те, у кого квартиры в собственности, мои максанцы, очень прошу, пожалуйста, не ленитесь. В среду выходит газета воинской славы с приложениями. Она выходит бесплатная. Спрашивайте ее в киосках города. Просматривайте вот это приложение особенно кто собственники. Мэрия начала, она не оповещает, я вам сразу же говорю. Но есть информационные сообщения об изъятии земельных участков, где прописывается каждый собственник. Мелким шрифтом написано в течение 60 дней надо заявляться в мэрию. Вот у меня товарищи здесь есть одни, вот буквально в эту среду по ним вышло уже. Значит, об изъятии. То есть это по собственникам. Увидели это извещение, увидели номер кабинета, поехали, заявились. Дальше у вас идет процедура дождаться постановления, что земельный участок изъят. Да, собственникам там, конечно, приходится вкладываться. Для того, чтобы высудить с мэрией значит, рыночную стоимость вашего жилья, это вам требуется назначение экспертизы, где обсчитывается рыночная стоимость вашего жилого помещения, где обсчитывается значит, непроизведенный капитальный ремонт дома, там вам тоже процент ущерба, закладывается туда переезд в связи с изменением места жительства. И вот потом эту сумму можно предъявлять суду на взыскание с мэрией города Архангельска. Прецеденты по городу есть, судебные решения удовлетворены в полном объеме. В среднем трешка обсчитывается, трехкомнатная обсчитывается значит, грубо говоря, 3 миллиона 100, 3 миллиона 200. Но это по экспертизе это я вам сразу же говорю. Вот вчера было заседание в областном суде удовлетворено в полном объеме к медленному исполнению. Двушка ориентировочная где-то около 2,5 миллионов. Это по собственникам. муниципалы у кого значит судебные решения до 1 января 2012 года всем немедленно написать заявление в мэрию города Архангельска. В какой этап программы вы включены? Это у тех, у кого до 1 января. После 1 января у кого признаны нету программы в нарушении 185 федерального закона программы нет. Сейчас выходим в суды немного с другим изменением у тех, кто не в программе выходим на взыскание денежных сумм. Берем из расчета 60 тысяч 174 рубля за квадратный метр. В Октябрьском сразу же предупреждаю в Октябрьском отказывают областной начинает удовлетворять. Все это благодаря произошло тому что поднялась вот эта группа. Из-за того что группа поднялась деньги найдены деньги есть они никуда не делись сейчас надеемся что вот Годзиш приступит к своим обязанностям на его встрече мы разговаривали почему мы создали эту организацию он сказал что он также войдет в нашу организацию и представители группы будут приглашаться на все заседания на все какие будут проходить по этому жилью поэтому мы и сказали те люди которые будут в нашем списке мы этот мониторинг вести будем все остальные кто остается на диванах мы поднимать конечно не будем кого не устраивают пусть сидят ждут потому что по Маймаксе есть такие прецеденты нам пообещали нам дадут предупреждаю сразу же в городе такие ситуации есть двое жителей соглашаются переезжать в благоустроенное жилье остальные нет дом остается не расселяется 15 лет вот так вот там люди мучаются нам задавали еще вопрос когда у нас был круглый стол у Годзиш нам задавали вопрос готовы ли нравится ли жителям самим те участки которые они сейчас приобрели для строительства выделили то есть это получается Майская горка 6 микрорайон и проспект Ленинградский вас спрашивают как у Маймаксанцев кто приехал еще хотите вы туда приехать то есть им важно мнение жителей нет а есть те кто хочет остаться в Маймаксе жить давайте так промониторим Маймаксе все хотят остаться жить давайте скажем нужно что ли если вы хотите жить Маймаксе тогда кто хочет зафиксировать давайте мы проголосуем кто Маймаксе хочет жить остаться кто Маймаксе кто Маймаксе а кто Маймаксе а кто Маймаксе а кто Маймаксе ну там мы должны понимать мы этот вопрос тоже обеспечили там ситуация такая складывается на сегодняшний день на сегодняшний день ни один застройщик пока не хочет заходить на Маймаксу один хочет подъехать почему потому что поясняют нам так мы разговаривали со многими застройщиками потому что каждый день что-то делаем и нам приходится кто к одному поперлись кто к другому значит нам объясняют что в связи с тем что Маймаксе это отдаленный район у нас есть мост у нас есть мост через который определенная грузоподъемность то есть им завозить сюда материалы это дорого понтон это еще дороже то есть получается стоимость одного квадратного метра будет превышать чуть ли не 70 тысяч рублей это дорого то есть застройщики которые готовы построить за меньшую сумму на этих же местах сейчас дело в чем стало что им не дают земли где строить то есть если будет земля люди готовы застройщики приходить и строят это для Маймаксанцев но они хотят понимать объем застройки то есть им надо с вами поговорить они готовы потому что заходить на один дом вы сами понимаете это им тоже невыгодно если вот выходить ну чтобы участок был уж сносить так сносить домов там 5-6 в городе нас никто в город не поселит давайте смотреть на это все реально никто нас в город не заселит а вы знаете что земли в городе вверхангельский нет нету мы-то это знаем что земля нет почему она дорогая если ее нет давайте немножко без эмоций объясним почему она дорогая не земля дорогая аренда дорогая и застройщик ее строит за собственный счет и продает по концовке процент получает тот кто отдал им эту землю вопрос идет сейчас не о городе вопрос идет о Маймаксе если вы готовы остаться здесь в Маймаксе продолжать жить то мы соответственно общественно наша группа во имя жилья Архангельского будет мониторить и по этому направлению разговаривать застройщик который готов здесь строить а где застройки тогда будут какие районы это где-то будет экономия нет это будет Маймаксе если есть площадь определенная для строительства на 25-м значит он будет строить на 25-м но ему нужно понимать ресурс количество людей которые туда переедут естественно он это строит за собственный счет деньги получает потом с мэрили с области для того чтобы эту систему нам сейчас запустить нам нужно от вас поручительство что вы готовы и хотите здесь остаться одних слов мало официально от нашей организации как раз подошел у нас представитель застройщика который сейчас объясню вкратце ситуации как уже говорила что это жители Маймакса собрались которые хотят остаться жить в Маймаксе у нас практически у всех имеется на руках судебные решения по предоставлению жилых помещений но в связи с тем что жилья на переселение граждан из аварийного жилья в настоящий момент города Мархангельска не строится если строится то это не знаю где и когда оно там построено ты прекрасно знаешь что такое Конзихинское то есть где там нет ни вентиляции ничего толком нет что там нет там все есть не у всех домов мы ходили я сам строил это Конзихинское не у всех мы там были не у всех мы проверяли мы проверяли буквально когда Миша мы там были в субботу в субботу мы там были мы были в субботу я вам еще раз говорю я сам строил я строил зеленый квартел на 27 там место есть почему там не строят больше ничего почему там не дают земля это вопрос в Квари эмоции дослушать можете мы понимаем что там земли много мы не застройщики здесь четко ясно написано кто мы и зачем мы здесь сегодня собрались а вы мне начинаете высказывать что там земли много ее много у кого у вас у меня ее много у мэрии для того чтобы понять где и что мы для этого и собрались потом наша инициативная группа будет долбить эту самую мэрию чтобы она отдала эту землю под застройку чтобы она потом заплатила деньги застройщику который построит это все так понятно давайте немножко без энергии кричать повышать голос вы слишком громко это делаете сейчас вы говорите более спокойно все давайте послушаем товарища застройщик который приехал готов сегодня вам строить здесь живет как называется организации мы строим строй хором строй хором строй хором строй хором земельные участки да и вот не отдают почему не отдают вот объясни как застройщик что для этого надо чтобы эта земля была передана застройщику для постройки домов они горят земли много как бы в маймексе на самом деле это достаточно много пустых то есть даже смотри есть участки участки на которых на сегодняшний день стоят дома на ней и они признаны аварийными то есть возьмем даже тоже вот заводской да например там вот я сегодня показывал на юрист там буквально там пять домов они все в рядок стоят то есть там есть возможность на место хорошее объясняй какие дома строишь чего как строишь нет еще деньги не выделено вот смотри допустим если ты как застройщик ваша организация да готова строить маймексе да она готова люди готовы здесь остаться и жить в этих домах да то есть получается надо заключить какое-то трехстороннее соглашение между людьми застройщиком и мэрии города архангельска правильно я понимаю правильно вот просто надо понять объем сколько жителей хотят здесь остаться и проехаться на рапо участкам и посмотреть где 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 вы с чем уходишь это потом выходи сколько будет по времени строится дом дома разное бывает вы какое строительство вообще имеете ввиду вы по какому окону ну кирпичная как разное двадцатиэтажный вы что строите малоэтажные 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 да малоэтажные сколько до трех этажей до трех этажей со всеми удобствами не надо мужчина подожди а вам что надо девятиэтажный дом здесь построить нет я вот и думаю потому что девятажный дом там не построен там не позволяет почва вот видите если на этом месте стоит двухэтажный дом их пять штук на этом месте можно поставить одинаковые два этажные потом стояли девятиэтажные ничего вам сейчас вас как зовут леонид мне зовут аркадий просто давайте разговаривать нормально нормально тонну хорошо просто мы представляем мы представляем мало мало домостроение каркасное домостроение строится в течение двух месяцев я знаю а куда нас то на время вот это вопрос но здесь просто же есть участки до земли на которых нет домов то есть у меня ну пустыри да то есть таких тоже ведь маймакси много я как моим оксанка я знаю таких участков достаточно много у нас маймакси просто надо найти какой-то компромисс с мэрией города архангельска чтобы она выделила нам эту землю для строительства я допустим как моим оксанка я бы с удовольствием осталось здесь жить у меня дети ходят детский сад маймаксу школу мы посещаем шестьдесят восьмую на гидролитном здесь родители живут я не хочу допустим ехать там на левый берег куда-то да куда-то туда как они говорят ничего детей переведете а ничего что мы здесь привыкли вот то есть мы нашли день это вам сразу говорю что обошли во всех застройщиков агэр аквилон даже тот же палкин да мы разговаривали хотели у нас на сегодняшний день один единственный застройщик который готов маймакси построить дома остальные все отнекиваются дорого мэрия это не потянет мэрии это дорого то мэрии дорого все мэрии дорого 5 10 вот человек он готов они строят они практикуются они не дорогие я так понимаю что от нас так как от жителей маймакс нужно сейчас письменное согласие застройщик чтобы он знал сколько домов объем что он называется как комьютируется либо коттеджи либо там семейные понимаете что прислать проекты определенный ну то есть он построить 12 квартирный дом надо больше он больше построить туда же он будет мы когда разговаривали вели диалог с ним он готов даже есть согласитесь мы моим аксанцы да мы же очень дружный по идее по большому счету очень дружный народ но все друг другу помогаем ну так оно и есть и мы хотим допустим жили мы с одними соседями мы уже прижились мужика вроде с ними и придружились да и нам хочется жить вместе с ними рядом то есть собрались 12 семей решили давайте-ка мы вот эти все 12 в один дом и пойдем они вызывают они дома строят прямо с конвейера то есть не просто здесь кто-то пустарным способом будет работать и так далее а это готовое изделие как автомобиль конвейера выходит очень технологичное то есть это будут теплые дома завод находится на урале ребята вы че охренели по всему урала сюда везде а потому что блин на талашном шоссе такой же завод стоит вы че он сколько будет стоить этот дом что же вы к нему не обратились он построил у нас только вот тут вы же только про конзику говорили что что там плохого вот это зеленый район 26 тысяч на сегодняшний день установлено когда мы его строили мы продавали его муниципалу за 36 тысяч а тогда уже что с ним сделал этот муниципал это уже не наша проблема вопрос 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 вам можно задать конечно можно вы живете в маймаксе я живу в маймаксе в аварийном в аварийном почему вы не живете на конзихинской если бы потому что мне не дали там если бы не дали я я бы там жил с удовольствием мужчина что вы зачем тогда их защищаете я не понимаю вам что не нравится мы пришли к вам а не вы ко мне пришли молодой человек завод на урале на урале дешевле купить чем купить там где-то здесь собескоимость пластикового окна выходит только две тысячи собескоимость вы представите где-нибудь мы поставили дом в застройе можем визуально показать дом показать человек который нас заказал дом он все расскажет все бездомные себе сформить дом под ключ получилось два четыре тысячи за квадрат получилось себе сон под ключ у него для семьи он сделал себя вот сто 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 у нас куда-то зелено это для семьи вы не понимаете что вы же не будете платить это делать я не знаю где он будет где он будет в районе мы же все для себя это делаем это товарищ товарищ мужчина вам если что-то не нравится вот дверь пожалуйста сейчас сам пойдешь в эту дверь ты че мы развернулись и уйдем боритесь дальше во первых строится не за вас счет а строится для вас за счет бюджета сколько заплатили у вас купили дайте сказать целый пять только осталось пять минут дайте нам до конца мы никому ничего не навязываем мы никому ничего не навязываем есть у нас образцы домов мы все показываем есть сайт плюс этих домов там все сертифицировано это не пенопласт это не пенопласт хочу заметить вам в котором всем навяливают ну я просто объясняю не ведите а по площади как да площади любые любые площади по индивидуальной ну под семей начинаем заводской строить здесь у меня 36 она здесь еще раз давайте попробуем сейчас что сейчас требуется ну вот я еще раз повторю что 27 у нас проходит большой круглый стол девочки мальчики мне не перекричать я хрипну вот 27 проходит большой круглый стол куда приезжают у нас гости из москвы которых мы сюда пригласили мы этого добивались очень долго мы сами ездили в москву да нас там услышали спасибо теперь мы их к себе в гости зовем 27 мы будем решать эти вопросы то есть нам не надо когда-то потом когда нас там нам построят нам надо как-то пережить еще эту зиму да то есть мы будем настраивать настаивать на том чтоб нас уже расселили уже ну вот чтоб нам хотя бы построили в начале вот весны вот вот этого будем добиваться потому что деньги в области они есть и правительство Архангельской области не готово с нами сотрудничать то есть от нас требуется что от нас требуется согласие на то что что мы хотим остаться здесь да то есть мы не хотим там переехать куда-то куда-то туда то есть от нас требуется что не знаю нам нужна только ваша поддержка как жителей потому что мы то ходим одни да мы то делаем это каждый день эту работу но нам естественно поддержка ваша в любом случае нужна то есть деньги выделяем цель а мы должны съехать с этого дома которые проживаем в Алине и жить где-то за свой счет правильно нет 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 вы послушайте внимательно вот я еще раз объясню можно тишину в зале пожалуйста немного и все галдят и всем все интересно я еще раз объясню нужна ваша поддержка если вы хотите жить здесь в Маймаксе и вы хотите чтобы вам здесь построили жилье от вас нужно письменное заявление с вашей подписью с вашими адресами и судебными решениями для чего это нужно это нужно для того что мы на круглом столе предъявим людям которые приедут с Москвы решать наши вопросы где мы заявим что у нас есть 100 человек с Маймаксы которые хотят там жить есть застройщик который готов им эти на 100 человек построить жилье по индивидуальной планировке если у кого-то 30 квадратов и у соседа 30 вам могут построить на двоих дом общей площадью 60 квадратов если вам это интересно то мы будем это мониторить и делать если вам это не интересно то извините надрывать свои глотки и тратить время на тех людей которые сидят и выступают у меня нет времени всем понятно все давайте уважать и нас и себя заявление пишите на нашу организацию организация у нас указана аварийное жилье Архангельск это полное дает согласие работать от вашего имени с нашим руководством города Архангельска если вы на это готовы пожалуйста если нет то извините конечно готовы готовы распечатать как написать мы вам сделаем контактные данные мы уже как и говорили что 27 мы сейчас проведем большой круглый стол потом может быть немножко нам передышку все равно надо взять да потому что у нас если честно вот после этой каждодневной работы я вечером прихожу домой я не помню как меня зовут потому что все равно согласитесь каждого своя работа каждого своя семья и когда ты общественной деятельностью еще занимаешься тут уже все мы когда через неделю а потом через неделю куда наверное соберемся нет заявления нужны вчера вот ну вот да давайте тогда может просто заявления нужны вчера мы вам завтра подготовим как это должно выглядеть опубликуем это все в группе вот можете оставить одного представителя здесь по маме все от своего имени мы ему передадим копию заявления вы по этой копии копии сделайте заявление мы у вас их заберем приедем и заберем везти их никуда не нужно будет мы приедем сами а куда принести их представители а где кто то у нас вы сейчас все здесь находитесь кто у нас общественный по маймаксу будет начальником маймаксу кто будет принимать 94-95 девочки приносите что комиссия маймакса будут ходить идите девочки сколько на этот день уже то давайте сочетать нас заплатили 700 рублей за час нам дали всего час давайте как-то скинемся потому что сколько нас посчитайте сколько человек ну давайте как обычно на себя я возьму эту ответственность давайте на какой-то день опять договоримся какое-то время допустим даже здесь у Норда когда когда сможешь сколько дней надо написать до 27 надо это сделать вы скажите в среду в среду 25 давайте 25 25 во сколько удобно говорите ну в любом случае это вечер во сколько 6 5 5 6 во сколько давайте тогда 25 числа в 6 часов 6 здесь у Норда я тогда соберу вот эти бумажки с вас да кто готов жить в Маймаксе в группе будет писать а можно еще вопрос да там на сегодняшний день участки подготовлены для строительства второй лесозавод проспект Ленинградский и Майская горка там будут строиться дома 9 этажные 93 серии это для тех людей кто попал в программу то есть под 600 указ президента это чьи дома были признаны до 1 января 12 года кто вошел в программу если вы вошли в программу вам есть смысл есть сайт реформа ЖКХ переселение граждан из аварийного жилья там полная информация по всем домам кто вошел в программу нет там будут это уже точно потому что АГР уже начало строительство уже забиты свайтом будет 9 этажный дом 4 подъездные 93 серии 108 квартир будет на втором на втором ленинградский ленинградский а кто после 12 года кто после 12 года правительству вообще ничего не дает никакой информации нет информации нет информации люди в подвешенном состоянии вы думаете почему мы тут что такое поднимаем потому что те кто вошел в программу с ними более-менее еще понятно что они будут там расселены правительство молодцы они теперь взяли как бы на себя застройку но после 12 года не меньше людей домов то еще и больше пожалуй люди то где будут жить а есть вот мы как ходили на ту же заводскую им вообще реально не пережить эту зиму я не знаю как они там живут мы ходили на сульфат там тоже что делается страсти мордасти там а еще хотелось спросить насчет очередей писали что их несколько очередей ну вот смотрите нам как все время правительство мэрия города Архангель не правительство мэрия говорит что у нас собственники не стоят в очередь где муниципалы на самом деле собственники муниципалы все в одной куче стоят какая там очередь у них черт поймешь что у них за очередь мы сами не можем разобраться они сами не могут разобраться мы уже выявили нарушения в этой очереди то есть мы как простые граждане города Архангельска имеющие на руках судебные решения мы хотим понимать да отчетливо наверное все со мной согласятся что впереди стоит меня допустим Ваня да а сзади там Аня и я вот иду по этой очереди я знаю что Ваня то вперед там никуда там не денется я иду за этим Ваней а у нас что делается люди подавали да они знали что допустим они такие в очереди да и потом раз они уже другие там уже подвинули куда-то кто впереди стоял они по крайней мере держались кого-то да вот как мы в магазин пришли заняли очередь и мы стоим тут та же самая система только кто впереди стоял он теперь вообще неизвестно где но они как объясняют они как они не объясняют что раньше было по округам а теперь и общегородская так в общегородской такое уже творится это я сейчас уже про общегородскую говорю а не по округам то есть люди ходили которые расстеляют домами у одного в одном доме подали сразу после признания а другие сидели и ждали у моря по годы пять лет а расстелить надо и тех которые в очередь подошла и тех которые потом подали естественно они пришли вперед нас ну вот получается и ничего с этим не поделаешь ничего они деревянные для этого и наша организация их создавала чтобы мониторить все эти ресурсы чтобы никого не видеть вы не расстраивайтесь вы думаете нам легче вот стоит Катя вот стоит Катя человек который не имеет на сегодняшний день так же жилья вообще не имеет так подождите вдруг мы выясняем на двадцать первое декабря назначено заседание в Октябрьском суде человека выселяют с адреса к которому она вообще не имеет никакого отношения меня в прессинг идет а я разговариваю ее постоянно вытаскивают в прокуратуру куда мы ее закрываем и не допускаем ее вытаскивают в следственный комитет я вам объясняю как бывший работник что такое прийти на Логинова 31 оттуда можно больше не выйти подойдет машинка и увезет на Попова 22 и будет она там сидеть столько сколько не закроется вот эта группа то есть она то у нас под очень сильным это вот то что сейчас творит мэрия города Архангельска они не знают куда у них у них делись деньги я вам скажу на сегодняшний день прокуратура начала проверку даже по тем же субсидиям которые выплачивали люди в размерах 36 430 на сегодняшний день есть такой приказ Минстроя утвержденный Минюстом и выплачивать должны были 41063 то есть каждого гражданина с каждого квадратного метра ушло по 5000 непонятно куда поэтому во всех округах города Архангельска вскрыты такие факты заявления написаны готовы люди получить субсидии но это обыкновенный формат А4 который не примет ни один суд ничего там нет ни номера регистрационного там нет суммы они так и говорят вы сумму не пишите в результате губернатор объявил что нашу область примировали на 360 миллионов и эти деньги будут направлены на расселение светхого аварийного жилья потому что больше уже придумать совершенно нечего они случайно их нашли поэтому вы поймите что нам тоже не так то просто это все достается если мы сейчас вынуждены выходить в суды я сегодня буквально председателя октябрьского суда поставила в известность что в связи с тем что происходит такое в городе и суды тоже встают на сторону мэрии теперь во все судебные заседания которые назначены сейчас на ноябрь на декабрь месяц будет выходить блокер будут выходить представители группы все будет идти под запись чтобы не дать им вообще не отойти ни вправо ни влево годзиш после встречи нам пообещал что мы действительно войдем и будет наводиться я вам говорю что на сегодняшний день около почти что тысячи человек которые должны быть в программе они из программы исключены мы их пока установить не можем куда их выкинули мы не можем их найти этих людей мы знаем что они не получили ни субсидию ни жилье они ничего не делают нас включили из программы я проявила активность нас включили в программу прошло два месяца я снова не в программе ну ты ж два данные свои оставьте ты ж только два месяца их это самое мы вот сентября поэтому им на круглом у нас просто одно было по приватизации по собственности второе вся одна квартира вторая муниципал то есть по приватизации мы деньги получили мы их высутили муниципал остался сейчас у меня муж должен запечатать комнату в трехкомнатной квартире мы должны какие-то ключи сдать мэрии непонятные и ждать очереди по муниципалу вы ключи должны сдать от той комнаты вместе со мной значит а вообще если вам честно сказать если вот так то честно сказать и вообще поднять все законодательство и тот же сорок седьмой закон когда жилое помещение признается непригодным там то ведь есть хороший пункт хорошо они хоть до него еще не дошли они только часть почитали как межведомственную комиссию проводить а до последнего то пункта не дошли это нам еще как бы знаете всем подвезло а там есть очень интересный пункт что после того когда дом признается аварийным и подлежащим сносу в течение пяти дней у нас должны быть отобраны договора социального найма то есть по идее мы с вами все должны быть на улице вот все если бы они хорошо работали по закону то есть они где-то работают по закону а где-то чуть-чуть не дочитывают до конца потому что боятся против жителей да а только дело то в том что знаете почему нашу программу исключили потому что у нас квартиры признаны непригодными а лестничные коридоры и лестницы нормально там жить можно у нас такой дом приходил на круглый стол у нас был такой дом да все квартиры в доме признаны аварийными а сам дом не признан да у меня тоже не признан у нас таком но все квартиры все это единый признан и у нас все не у меня товарищи собравшиеся жители я вам просто расскажу один маленький прецедент который случился непосредственно со мной юрист с моими документами ознакомился и был в шоке я получил договор социального найма в доме как сирота непригодным для проживания в общей площади у моей квартиры в сегодняшний момент составляет 90 квадратных метров там жить невозможно да у меня очень большая площадь на одного человека официально у меня 28 квадратов на сегодняшний момент я самый богатый сирота в округе Маймакса холостой вот почему ты один богатый вот у меня сидит пожалуйста тоже богатый решение суда предоставить собственность три года не исполняется а теперь еще пять а теперь еще и выкупить его надо потому что пошел изъятие земельного участка нас всех пытаются обмануть но каждого пытаются обмануть в отдельности вот и чтоб такого не произошло вот должны работать все вместе всех вместе обмануть невозможно так что кто еще не заполнил вот такие бумажки прошу заполнить адреса фамилии и номер телефона для дальнейшей работы с вами подставки у нас еще два с чем это нужно еще раз повторюсь кто не со сменением подписался это нужно чтобы с вами иметь связь непосредственно так мы так и решили заявление так все давайте еще раз посчитаем так сколько у нас в Маймаксе остается жителей кто вот хочет в Маймаксе до него поедем за заявление будет в группе давайте еще раз в группу поднимем кто Маймаксе хочет остаться на мишечке на двоих можно а на ими Продолжение следует...